здравствуйте дорогие любители нашего канала давно у меня не было видео расскажу почему постепенно выпускаю но во первых 16 ноября я родила потом 24 не 26 ноября я улетела в россию и только через месяц 24 декабря я вернулась сербию поэтому как бы было не до видео но сейчас надеюсь будет время что-то поснимать что-то вам показать наслаждайтесь пока фотографиями некоторыми видами гор на сербии так сказать здесь в основном фото из ужинцы и нового варыша так что здесь в горах есть снег вы не думаете что в сербии нет снега есть снег да в белграде согласно белградного веса там них там мало хотя у них тоже прилично выпало в этом году а вот у нас здесь в ужинцы но варше здесь снег можно сказать сибирь теплая о вспомнила сибирь ну давайте о сибири я когда прилетела в россию честно скажу я поняла что все таки сербия теперь мой дом плакала могу сказать каждый день не так хотелось за мной мне так все не нравилось я там была в шоке в трансе реально сербия успокаивает такая эти страна релакса полного релакса здесь так спокойно так мирно и вот это суматоха это агрессия российская сразу говорю я не хаю россию а то сейчас начнут комментатор чё ты вот там сидишь и сиденья я не обсираю я просто вам рассказываю мои впечатления первым делом я зашла естественно в магазины я ужаснулась от цен но наверно все россияне до ужаснулись от цен я уезжала полтора года назад были одни цены сейчас такие я думаю господи а спросив у народа зарплаты не повысились я аж думала с такими ценами у них наверно сейчас миллионы все получают а нет миллионы теперь стоят люди не получают столько денег еще для меня как-то был непонятно то ли шок то ли что я обожаю молочную продукцию российскую я просто кайфую от молочной продукции но в моих любимых супермаркетах полуголой полке ничего понять не могла в один магазин зашла в другой зашла грушу за такое дефицит что перед новым годом или что случилось а нет в одном магазине услышала такую рекламу что теперь они отказались от продукции заменителем молочного жира я тогда подумал господи это же сколько мы говна ели простите вы меня за выражение сколько мы говна ели если полки ломились от молочной продукции а сейчас там два-три вида потому что не отказались от продукции заменителем молочного жира и теперь только натуральные игру я в шоке я в шоке знаете еще от чего от того что в сербии нет таких надписей что продукция без заменителя молочного жира потому что они не выпускают такое у них если молоко то это молоко там если это сыр то это сыр и она она делается из молока как ни странно а у нас оказывается неизвестно с чего делали но думаю ну ладно это же хорошо что люди пошли по хорошему пути по правильному что как бы некоторые все-таки производители перестали травить русских граждан я только за все-таки меня там и мама сейчас живет меня ребенок жил это вот какую гадость они ели но вот сейчас стали на так сказать добрую дорожку на хорошую надеюсь дальше будет все также ну может быть из-за этого цены такие высокие что все-таки там натуральная продукция опять же сравнивая сербия здесь это же натуральная продукция но стоит намного дешевле хоть она тоже натуральная абсолютно молочная удивилась например стоимости сметаны маленькие какие-нибудь баночки 450 грамм такие они стоят и по 70 и по 100 рублей здесь мы покупаем сметану в больших таких контейнеров больших баночках 700 грамм она стоит 180 динар но в рублях но максимум 150 160 рублей вы представьте 700 грамм в россии как бы я не пыталась я такого не нашла по крайней мере в барнауле вы мне напишите можно ли за 150 рублей натуральную как фермерская чтобы ложка стояла купить в россии 700 грамм сметаны мне просто вот интересно это реально сделать или нет в барнауле я не смогла сделать это никак что меня еще поразило но это естественно наши любимые барнаульские улицы бедные люди реально бедная моя мама я сейчас переживаю подруги это гололед это люди вот столько лет это уже живут в сибири но я не знаю коммунальные службы это что-то с чем-то почему они ничего не делают самое смешное когда мы прилетели в барнаул у барнаул меня вообще поразило даже аэропорт наш молодцы самолет приземлился к бизнес-классу подкатили ну небольшой этот микроавтобусик а мы простые смертные но дешевые ж билетники купили мы пешком полетному полю который естественно поле было просто гололед неописуемый с ручной клади у кого-то даже она приличная но там можно было до 10 килограмм и представьте мы должны были как-то катиться я когда вышла на поле у меня был шок реальный шок но это в барнауле в москве все было нормально да мы нормально вышли все одно два барнаул как говорится выпендрился все-таки я в шоке барнауле же международные рельсы раньше летали сейчас не знаю поправьте меня летают или нет и нет такого сервиса но ребят это как бы опасно я когда встала на лед я уже забыла что такое гололед потому что мы здесь жили в белграде там снега как такового нет но здесь все-таки чистят стараются чистят да согласна здесь в ужин тоже бывает небольшой гололед потому что бывает днем дождь ночью все-таки вот зимой бывает минус 2 минус 3 до для сибири это вообще ни о чем но и здесь поэтому асфальт немножко покрывается но все равно стараются службы что-то делать но варши например там специально ты вызываешь транспорт тебе чистят даже вот сказать у нас родители живут в деревне ну как деревне стоит дом посередине леса этот лес и все их угодья и они тоже вызывают транспорт чтобы дорожку к их нему дому он очистил то есть я не знаю деревнях сейчас так делают у нас в россии или нет но наверное тоже делают что очищают до людям кто далеко там живет от центра но здесь вот в сербии хотя бы на варше в ужин такое делают очищают барнауле у нас как всегда забыли об этом поэтому ходить мне было очень сложно я надеюсь не надеюсь а я все-таки надеюсь что там буду чистить будут что-то делать я целую неделю привыкала чтобы мои ноги не разъезжались а то себя фигуристка чувствовала но ничего выжила тут вы ни разу не упала что еще меня как бы поразило вот после как я пожила в сербии и в россию это вкус продуктов я не знаю что с нашими продуктами но я стараюсь как бы состав смотреть более-менее натуральные брать ну ну не знаю после сербии они невкусные мне почему то то же самое было когда я бы то же самое было когда я в сербию сначала приехала из россии я привыкла вот к этой продукции в россии с глюкоматом натрия да и в сербии она какая-то пресная мне казалось ну там через полгода я поняла что это самая лучшая еда на что она похожа на еду как в советские времена были и поэтому и желудок у меня стал хорошо работать и знаете и вес меньше набирается я теперь поняла у нас в основном толстеют люди не за того что много едят из-за того что едят мало но плохой еды и поэтому я как бы была в шоке я в дело очень мало в барнауле в основном по делам бегала у меня столько дел было но я все равно как бы вес у меня не уходил и никуда ничего приехав сербию я мы мясо и сыр и даби питу и все и вес уходит вот что характерно поэтому я как бы немножко в шоке зашла в пекарне в наши российские мне нравится наши всякие бережи чебуреки опять же тоже оказался шок маленькая фигнюшечка которую там разогрели нет есть и хорошие но их очень мало стоит достаточно дорого я вспомнила наши сербские пекарни где огромная там булочка или огромный бурек стоит очень дешево по российским меркам думаю да почему же наши так не делают вы сейчас скажете вот жизнь дорогая в россии сербе тоже жизнь дорогая все то же самое здесь тоже как бы на маленькая страна да я согласна что россия большая но надо что-то как-то делать надо как-то оптимизировать это все чтобы были все таки жили для людей они ради себя в россии еще раз скажу меня еще третья четвертая часть чего меня поразило по приезду это вот эти ковидные или антиковидные меры вот этот маразм которого здесь тоже нет как такового нет потому что да маски заставляют что-то там пропаганда тоже идет по телевизору что домой тоже все заболевшие но что в белграде жили что здесь вожицы никого насильно прививки ставить не заставляет у нас пол родни переболела к видам и никто не идет прививки ставить многие у меня и муж работает и родственники на государственных предприятиях опять же никому не заставляет прививки ставить и сертификаты эти в россии то есть меня в торговый центр не пускали если у меня нет прививки хорошо у меня был пцр тест по приезду то есть туда не пускали сюда не пускали естественно через месяц как бы полегче это было уже меньше но все равно вот эти вот знаете реально я как будто я не знаю в концлагерь попала не знаю как это назвать все злые все озлобленные на друг на друга кидаются на улице тоже не очень все приятно думаю господи я вообще куда попала я вообще в тот город приехала из которого я уезжала или скорее всего знаете вот это вот все меня окружало это агрессия она меня окружала я ее не замечала но как все живут и я живу но когда я стала жить по-другому более спокойно и приехав в эту агрессию стала понимать какой ужас в каком ужасе я вообще жила ребята надо как-то меняться надо все-таки меняться нет в россии есть хорошие люди мы кстати когда с дочкой уезжали нам там мужчина помог чемоданом но опять же мужчина то помог чемоданом например из сербии когда я вылетала когда регистрировали нас сначала пригласили всех у кого есть дети все кто с детьми летел отдельно их зарегистрировали их первых пустили у нас же в россии фиг мы с ребенком стояли в этой длинной очереди не только мы много еще было детишек никого естественно не в барнауле не в москве не пропустили стойте господа но вот это вот тоже небольшое отличие может быть так надо я не знаю вы мне напишите но в сербии все-таки к детям более благосклонно относятся они все-таки понимаешь дети в аэропорту им и скучно и они устали они нервны легче быстрее пропустить и все но в россии вас как говорят с детства закаляю типа стой терпи и все будет у тебя хорошо в жизни сказала про продукты еще хочу сказать естественно прилетела с подругами встретились сели пить пиво я поняла что русское пиво я тоже как-то не сильно хочу опять же нет я быстро скажу да вы говеное пиво брали мы пиво на разлив меня подруги бра берут всегда хорошее пиво то есть не знаю не разбирается не разбирается но всегда хорошее пиво но вот почему-то после сербского но мне абсолютно не понравилось про вот чувствуется какой-то запах алкоголя прям я не знаю может быть у меня вкусовые качества поменялись тоже не могу пускать но я привозила сербское пиво девочкам ну по баночке ему очень понравилось низко очень легкая очень приятно но опять же это вот к теме о продуктах что все-таки пожив сербии вы поймете что с продуктами в россии беда все-таки большая беда если нормально питаться это только у фермеров покупать и у опять же у проверенных фермеров которые не пичкают своих животных всякой гадостью тогда это да будет вкусно все что продается в магазинах честно я больше есть никогда не буду но большой огромный плюс это интернет у меня шикарно в россии интернет я подключилась и безлимит он меня там летала все сербии с этим сложнее интернет есть но дорогой где-то берет где-то не берет волосы в горах он может и не всегда срабатывать но и в россии в горах также такая же фигня дома но вот с этим все таки как бы цивилизация русская мне больше нравится это интернет это интернет магазины я тоже что-то там полазила по заказывала посмотрела пока месяц было то есть это все таки лучше намного чем сербии я здесь порадовалась и думаю хоть бы в сербию хотя в ближайшие пять лет такая же цивилизация пришла я была бы очень очень рада так что позитив у меня тоже был теперь расскажу зачем я ездила в россию я ездила чтобы забрать ребенка почему так долго целый месяц потому что надо было сделать загранпаспорт увы когда я уезжала не додумалась сделать загранпаспорт ребенку поэтому надо было сделать меня чтобы побыстрее попросила наших службах чтобы мне внесли ребенка в мой загранпаспорт он у меня старого образца просто надпись да там делается такая графа есть увы наши службы любимые накосячили накосячили криво косо сделали но благодаря их косяку они за неделю сделали отдельный паспорт моему ребенку да пришлось две госпошлины оплатить и за тот 500 рублей и за этот 700 но это не страшно так что в россии тоже есть плюсы если что-то накосячит по крайней мере они могут в быстром режиме это сделать то есть забирала ребенка из школы опять же очень рада что забрала потому что я не скажу что в россии плохие школы но по сравнению сербскими про школу потом будет видео я все сама расскажет но здесь сербии ребенок даже не зная языка изучая нас таким удовольствием ходит в школу в россии вот этот месяц она утром вообще не хотела вставать она всякими способами отмазывалась то не то то все болело вот прям со слезами на глазах потому что вот это вот давление какое-то то учителя кричат то там ученики подерутся то еще что-то полное неуважение к учителю у них в классе 5 учителей поменялось зовут это с сентября по декабрь вы представьте то есть учеба как таковой ребенка не было в сербии все-таки уйдет до сих пор как советское время идет уважение к учителю но это я забегаю вперед об этом я сделаю видео ярослава расскажет все как ей там интересно не поэтому ожидайте следующее видео я вам сейчас рассказываю что я делала в россии игру бегала делала документы слава богу загран паспорт сделала и ребенка если хотите вывозить ребенка в сербию вам нужно еще будет при вывозе ребенка за границу вам от второго супруга если вы в разводе не нужно будет ничего но если вы хотите легализовать ребенка за границей вот по крайней мере в сербии вам обязательно нужно не разрешение а соглашение от второй половинки если вы в разводе что он согласен что ребенок будет жить с вами будет жить на территории сербии это все нотариально заверяется вот что я еще делала слава богу у нас папа адекватные у ребенка хороший у нас отец он спокойно пошел со мной к нотариусу и мы подписали так что девочки и мальчики мало ли может кто-то с ребенком женой разведется знаете что если хотите жить в сербии у вас есть ребенок и чтобы второй супруг вам не мешал обязательно у нотариуса вам надо будет подписать соглашение но когда будете лететь на границе у вас ничего спрашивать не будут кстати когда летели делали пцр тесты на русской границе у нас посмотрели сербам если честно наплевать было есть у нас пцр тест или нет просто паспорта проверили и пропустили нас вот я вам вкратце немножко рассказала почему так долго видео не было постараюсь конечно делать побольше видео когда будет время все-таки маленький ребенок плюс еще второй ребенок но постараюсь может куда-то будем ездить я надеюсь продолжится наше путешествие по сербии сейчас ребенок подрастет будем все вместе и буду вам снимать рассказывать вы если что задавайте вопросы под видео что вам еще показать что вы хотите узнать я обязательно отвечу заходите на мой инстаграм я тоже там каждый день выставляю посты может быть что-то вас заинтересует садимя многие девушки пишут просят познакомить сербами девушки дорогие пожалуйста сначала приедьте в сербию посмотрите правда приедьте посмотрите а потом уже просите я говорю сербы я надеюсь сделаю видео на эту тему очень специфические мужчины да они хорошие но они специфические надо сюда приехать хотя бы я не знаю две недельки отдохнуть или на месяц приехать в отпуск отдохнуть посмотреть а надо ли вам это потому что как бы уже попыталась одного человека познакомить очень нехороший опыт получился слава богу девушка на меня не обиделась так сказать но больше я не хочу этим заниматься поэтому девочки красавицы приедьте сюда ради бога если кому-то надо можем вам встретить можем помочь обустроиться если надо там отель или что-то приезжайте к нам в ужинцу на злотибор съездим здесь очень хорошие курортные места но знакомиться надо в живую посмотреть а надо ли вам это еще раз повторяю сербе специфическая страна и мужчины здесь специфические поэтому то что у меня это у меня опять же и недостатки я стараюсь не показывать показывают только достоинства вот так вот надеюсь я ответила то есть я не отказываюсь помочь кому надо естественно женихов поищем но в реале спасибо вам за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик будет еще много много интересного а я с сейчас прощаюсь надеюсь вам понравилось это видео пишите комментарии я все их читаю